господин президент спасибо за интервью спасибо тебе на прошлой неделе было это слушание с тех пор вы не давали интервью я думаю вы были там 57 минут расскажите нам как это было это было ужасно потому что я не сделал ничего плохого абсолютно ничего даже эксперты аналитики права большое жюри все эти талантливые люди говорят он ничего не нарушал это первое второе они были бесподобно и когда я вошел в здание суда это также в некотором смысле тюрьма они меня зарегистрировали и я скажу вам что люди плакали работники суда профессионалы они без проблем имеют дело с убийцами они всякое повидали это суровое место и они плакали по-настоящему плакали они говорили мне жаль они говорили 20-24 сэр 20-24 и у них из глаз стекли слезы я никогда не видел подобного эти люди феноменальны это полицейские да это работники суда они невероятные многие были в слезах или едва сдерживались многие извинялись простите сэр нам жаль нам приходится делать определенные вещи я не могу поверить что должен просить вас сделать это так что с одной стороны это было прекрасно потому что они понимали с другой стороны это мерзко я ходил в ортонскую школу бизнеса они не учили меня такому у вас не было предмета обвинения в суде нет нет у нас не было такого предмета и знаешь это был печальный день во многих смыслах и одновременно прекрасный потому что люди понимают я не знал об этом но данные опроса зашкалили люди понимают и другие вещи тоже обман знаешь дело о коробках у байдена 1850 коробок с документами и затем случай в атланте когда я сделал звонок они превращают в оружие нашу правовую систему такер и они думают что если они дают вам повестку в суд знаешь я думаю у меня очень хорошо знают и люди понимают может я более публичный человек но если вы скажем кандидат от республиканцев и вы получаете повестку это может привести вас к отставке вы не сможете это пережить и знаешь избиратели не справиться с этим они превращают систему в оружие и ничего подобного никогда не было и все это дезинформация видишь ли на днях афганистан худшее что я видел самый позорный момент в истории нашей страны как мы ушли они сам уход нам нужно было уйти было глупо оставаться там и я держал это под таким жестким контролем я поговорил с их лидером абдулом я сказал абдул если вы что-нибудь сделаете по вам нанесут действительно сильный удар он сказал почему 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 вы прислали мне фотографию моего дома я сказал догадайся сам абдул но за 18 месяцев у нас не было ни одной смерти он знал ни одной смерти и после этого видеть как мы уходим как будто мы сдаемся сначала выводим войска оставляем оборудование на 85 миллиардов оставляем баграм я собирался сохранить баграм оттуда всего час до того места где китай делает свое ядерное оружие это одна из самых больших авиабаз в мире с полосами длиной в три километра я собирался сохранить ее из-за китая не из-за афганистана верно и они все бросили под покровом ночи они оставили свет включенным знаешь они оставили собак они оставили собак они оставили собак знаешь любители собак я люблю собак ты любишь собак люди спрашивали меня в первую очередь что они сделали с собаками это в основном немецкие овчарки они их оставили то как они ушли это ужасно хорошо все знают это был их план я тут ни при чем я тоже собирался уходить но мы бы ушли с силой и достоинством и что случилось они ушли и на днях я слышу да это вина трампа а правильно это трамп меня там не было я бы ушел быстрее мы сохранили бы все оборудование мы забрали бы американских граждан мы оставили заложников бросили американцев больше людей чем вы думаете и 13 солдат было убито и никто не упоминает факт что многие были так сильно искалечены без рук без ног их лица были изуродованы вот как этот парень ушел мы бы ушли с силой и достоинством и мы собирались это сделать но я сказал я хочу каждый гвоздь я хочу каждый шуруп я хочу палатки они сказали но сэр палатки очень сложно забрать я сказал я хочу палатки я хочу танки я хочу самолеты я хочу все и некоторые возразили мне мили например сэр я думаю дешевле оставить оборудование я сказал позволь спросить наш самолет стоит 100 миллионов долларов все что ему нужно это бак горючего так да и немного горючего он улетит в пакистан или в другое место или прямо домой ты думаешь дешевле оставить самолет сэр я думаю в целом это дешевле мы имеем дело с идиотами они оставили оборудование на 85 миллиардов долларов они оставили американских граждан и сначала они вывели военных военных выводят последними у меня был шуточный разговор с пятилетним ребенком я сказал вот ситуация я объяснил ему ситуацию я спросил ты бы вывел военных в первую или в последнюю очередь я бы вывел их последними пятилетний ребенок но они вывели военных первыми и они боялись наших военных когда я был там они боялись за 18 месяцев они не убили ни одного солдата ни одной смерти за 18 месяцев и потом мы уходим как будто сдаемся я думаю это был самый унизительный день в истории нашей страны это полностью их вина они не руководствовались правилами у нас есть система отхода но если талибан и в особенности талибан потому что там было действие когда я позвонил абдулу пресса была в ярости фальшивые сми были в ярости почему он позвонил врагу когда джесси джеймса спрашивали почему он грабил банки он говорил потому что деньги там почему я позвонил главе талибана потому что убивали там и сейчас абдул там я уверен я ему нравлюсь он звал меня ваше превосходительство не знаю зовет ли он так байдена сейчас они одни из самых крупных торговцев оружием они продают оборудование на 85 миллиардов потому что им нужно всего пять процентов конечно они продают снаряжение они крупнейшие торговцы оружием новейшие вертолеты новейшие самолеты новейшие танки трудно поверить что мы оставили мы убежали и для этого не было причины я мог бы оставаться там еще пять лет если бы захотел я хотел уйти 21 года хватило нас там вообще не должно было быть но когда я увидел уровень тупости и из-за этого это одна большая сеть из-за этого путин который никогда бы не пошел на украину я говорил с ним об этом он никогда бы этого не сделал когда он увидел что меня там не было и увидел этих дураков этих глупых людей и подумайте они так ушли из афганистана и никого не уволили я часто увольнял людей если они плохо работа позвольте спросить когда вы разговаривали с путиным об украине чтобы ему сказать было видно что он любит ее и я сказал он любит украину он считает ее частью россии да я сказал не в мое президентство у нас были хорошие отношения он был послушай я был самой большой проблемой в его жизни я закрыл его газопровод ты не слышал слова северный поток 2 до меня северный поток 2 был их газопроводом и я отлично ладил с ним но было очень тяжело из-за фальшивого расследования заговора и он сказал мне нам очень сложно иметь дело друг с другом я сказал очень сложно потому что у нас проводят фальшивое расследование оно продолжалось два года и мы могли бы хорошо ладить с россией у них есть минералы которые нам нужны и им нужны деньги и другие вещи но в это вмешались это было ужасно на самом деле это измена этих людей следовало арестовать они все выдумали они придумали проблему с россией которой не было сейчас все они признали это и просто придумали следующую проблему я часто говорю на днях один из своих коллег журналистов спросил меня сэр кто самая большая проблема китай может быть россия или северная корея нет сказал я самая большая проблема здесь это больные радикалы внутри с умом мы можем справиться справиться с китаем россии у меня получилось я принес миллиарды и сотни миллиардов долларов из китая в отличие от других президентов и они уважали меня здесь то же самое знаешь я сказал им вам нельзя идти на тайвань вы не можете я не скажу тебе что именно я сказал но пожалуй многим бы не понравились мои слова я был очень строг не трогайте тайвань иначе у вас будут проблемы во всем остальном мы будем сотрудничать у нас будут хорошие отношения и когда я предупредил его он сказал нет нет вы не посмеете я сказал я сделаю это клянусь и он поверил мне но только на 10 процентов то же самое с путиным я сказал у вас будут большие неприятности если вы пойдете на украину нет нет вы этого не сделаете я сказал сделаю и он тоже поверил мне только на 10 процентов и вы никогда не слышали разговоров о вторжении на украину разговоров о вторжении на тайвань пока я был президентом теперь какой бардак творится в мире какой бардак вы говорили в то время будучи президентом что война с россией будь то горячая или холодная война подтолкнет россию к союзу с китаем говори мы перестали бы быть самой сильной нации говорил но есть проблема посерьезнее это проблема вооружения современное оружие такое мощное это не вторая мировая где танки ездили стреляя друг в друга это оружие подобного которому мир прежде не видел она есть у них и у нас у китая его меньше но через пять лет китай поравняется с нами я говорю о ядерном у китая есть задатки большой очень мощной ядерной программы они отстают на пять лет они начали намного позже россия и мы сопоставимы огромная сила огромная и это одно из того чем люди осознают больше чем осознают да больше они не понимают этой силы если посмотреть на хиросиму или хиросиму как еще говорят если посмотреть на нагасаки рассмотреть эти два события произошедшие много много лет назад я умножаю эту мощность на 500 вот о чем речь там даже расплавило границ знаешь гранит просто так не расплавить да но гранит там где он был стал как вода которая знаешь застыла словно лед на катке расплавила гранит если посмотреть на это и умножить раз в 500 вот о чем речь когда я слушаю как люди говорят о глобальном потеплении что уровень океана поднимется через 300 лет на три миллиметра и они говорят вот наша проблема наша большая проблема ядерное потепление никто не говорит об этом экологи несут всю эту чепуху во многих случаях я и сам пожалуй своего рода защитник окружающей среды потому что я хорошо защищал ее но никто не говорит о ядерной проблеме проблеме крупнейшей из всех что стоят перед миром не глобального потепления ядерного потепления и достаточно одного безумца и будут такие проблемы коих свет не видывал и произойдет все за секунды не придется 200 300 лет ждать последствий что ж все это очевидная правда почему об этом молчат наши лидеры молчит пресса потому что они не умны думаю они не понимают путин понимал я говорил с ним об этом все время я никогда не упоминал слово ядерный знаешь мой дядя был профессором отличным профессором в майте очень долгое время доктор джон трамп и он говорил на много разных тем мне все было очень интересно годами с ним общался ушел из жизни великим великим джентльменом вроде как дольше всех занимал пост пожизненного профессора в истории майте даже если нет был очень близок к этому ведь проработал там почти 40 лет и мы говорили о разном и он как-то сказал знаешь когда-нибудь сделают чемодан и в этом чемодане ядерное устройство способное взорвать нью-йорк из чемодана я сказал нет дядя джон такого быть не может он прав мощь столь невероятно можно запустить подлодку и питать ее годами по сути как от батарейки годами питать и когда мы говорим о военных действиях когда я наблюдаю как люди говорят об украине как украина справляется бла-бла-бла россия сдерживается во первых украину равняют землей да окей даже без ядерных средств но предположим обратное допустим их дела пойдут лучше чем ожидается если бы он решил использовать свой второй вариант уничтожения именно ядерный на том и конец понимаешь и я знаю твою позицию по украине ты понимаешь лучше большинства большинство нет большинство и не говорят об этом они не говорят о том что у него равный соединенным штатам ядерный потенциал разрушения и я наблюдаю за всем этим и так печально но такой вопросы люди байдена знают о мощи ядерного оружия они сейчас контролируют наш арсенал их это вроде не беспокоит это потому что они не понимают жизни они не понимают того что необходимо понимать знаешь весьма занятно в самом начале байден очень боялся ядерного оружия я помню как он говорил о у них есть ядерное оружие что было совершенно неправильным сигналом если загляните ваши архивы там будет запись как байден еще давно говорит о мы не можем так сделать у них ядерное оружие но не подобает знаешь не стоит себя так вести но он очень боялся ядерного оружия я сказал знаешь нужно думать немного прохладнее но теперь у нас никто не говорит о нем но каждый день путин упоминает его и каждый день другие упоминают его и теперь оказывается смотрите другие страны заговорили о том как бы получить его это было чем-то неупоминаемым как слова n есть два n слова ни одно нельзя упоминать ядерное оружие не стоит упоминать столь разрушительная его мощь я встречался с профессором м айти и и я готовился к дебатам не скажу что долго с ними общался но мне было интересно поговорить о я о потому что считаю его величайшие угрозы для мира гораздо больше глобального потепления какое уж то сравнение и я попросил этих людей встретиться все очень умные большие эксперты и я спросил и так когда речь зайдет о ядерном оружии в ходе дебатов чтобы вы сказали и они посмотрели на меня и один из них сказал сэр об этом нельзя говорить нельзя о нем говорить и я спросил в чем дело он сказал оно столь масштабно столь разрушительно что вам нельзя говорить о нем я понял что именно он имел ввиду и мы избегали этой темы по большей части но теперь путин постоянно упоминает его мы не упоминаем но путин его постоянно упоминает вы его слышали мы ядерная держава сказал он не так давно и это первый раз когда я слышу как крупная страна знаешь говорит о нем и я проделал неплохую работу отличную работу с северной кореи ким чен ин ты летал со мной туда ты оскорбил его что не простите не слишком облегчило мне жизнь но ничего но ты там был один из немногих и было потрясающе наверняка это произвело на тебя невероятное впечатление конечно было потрясающе там были тысячи репортеров с ними не особо хорошо обращались кстати но я прекрасно поладил с ним и из-за этого началось тяжело помнишь это рокетмен маленький человек ракета и он сказал у меня на столе есть кнопка красная кнопка я сказал у меня тоже кнопка на столе моя большая работает твоя нет и так продолжалось пару месяцев а затем вдруг мы сдвинулись с мертвой точки он захотел встречи и мы встретились и отлично поладили по сей день прекрасно ладим он не станет говорить с байденом он даже говорить не будет с этими людьми он не уважает его он мужчина который если его уважаешь он уважает тебе он не говорил с обама и обама пытался добиться встречи он не захотел встретился со мной я встречался с ним дважды я бы заключил с ним сделку у него огромный ядерный потенциал это крупнейшая проблема возможно это показывает что это даже серьезнее чем я полагал ведь нужен кто-то кто понимает что может произойти и им нужно деэскалировать как бы вы это сделали сейчас но сейчас у нас есть проблема наш сумасшедший мир летит в тартарары а соединенные штаты не могут с этим ничего поделать и макрона он мой друг он там в китае целуют ему задницу окей в китае значит франция теперь будет с китаем посмотрим на саудовскую аравию смотрите что случилось они замечательные люди хотели помочь нам он дает кулачное приветствие знаешь что это значит не пожимай мне руку у тебя она грязная вот суть этого жеста они поняли это их так оскорбила ты понимаешь да о не хочу жать тебе руку давай кулаками ударимся как думаете байден останется в гонке смотри я наблюдаю за ним как и ты и я думаю с моей стороны почти неуместно говорить это но я веду дела с другими людьми я не вижу как это возможно и дело тут не в возрасте у меня есть друзья им 88 89 92 берни маркусу хоум деппа ему 95 чертовски умен все также бодр и он знаешь умственно берни маркус хоум деппа основатель хоум деппа один из основателей и вот у меня была встреча с ним пару месяцев назад соображает на все 100 я знаю людей которые сколотили состояние с 80 по 90 им всегда было трудно и они сколотили состояние с 80 и до 90 это знаешь потрясающе он не слишком стар я думаю они концентрируют внимание на возрасте потому что я сам на 4 года младше они говорят вот как нам победить трампа назовем его старым но здесь что-то не так и я видел его ответ по телевизору о том будет ли он баллотироваться в беседе с хорошим парнем по имени эл рокер мягче вопроса представить сложно он дал длинный ответ говорил о яйцах и о том о сём смотри я не думаю что он сможет но чтобы не говорили они не ожидали что он им станет некоторые скажут что он победил на выборах знаешь я получил больше голосов чем любой другой действующий президент в истории мне сказали что и если получу на 15 миллионов меньше все равно не проиграю их окружают порочные но умные люди лево радикальные люди но они очень умные и очень порочные но это не он это не он сейчас он в ирландии не собирается устраивать пресс-конференцию когда мир взрывается у меня собственность в ирландии я не лечу в ирландию мир взрывается вокруг нас можно оказаться в третьей мировой войне а этот парень будет в ирландии без пресс-конференции у него их не было уже несколько месяцев я видел сегодня кадра но он не может и так если он не участвует если его уберет собственная партия или кто знает что произойдет но он похоже не способен снова баллотироваться кого тогда выдвинут но очевидно тем о ком сразу пойдет речь будет вице-президент камала вот таком они станут говорить но я не думаю что она хорошо выступала на большой сцене может я ошибаюсь но есть определенная группа людей которые сойдут с ума если это будет не она они очень сильно разозляться если это будет не она эта проблема есть очень амбициозный парень в калифорнии но он ужасно руководил штатом я раньше с ним прекрасно ладил когда был президентом у нас были неплохие отношения гавин вы ладили с гавином ньюсом а да именно так он всегда был очень любезен говорил прекрасные слова он говорил типа он отлично справляется он был у вас обо мне поэтому я никогда не критиковал его он был так добр ко мне просто ждал своего часа но я мог знаешь он был очень добр ко мне и в сравнении некоторые из них не были мы хорошо поддерживали губернаторов но говорят о нем а некоторых других я просто не вижу как байден будет делать это будь то с физической или когнитивной точки зрения но идет сумасшедший период в мире политики но его окружают люди знаешь они ожидали что победит бэрни а бэрни старше чем байден знаешь как бы ты к нему не относился он умен я смотрел как у него брали интервью на днях на сто процентов сообразителен бэрни сандерс но знаешь он старше так что дело не в возрасте просто не вижу его то есть они пытаются помешать вам принять участие во всеобщих выборах связывая вас судебными исками обвиняя в преступлениях вы описали процесс старый советский процесс старый советский процесс и вы назвали это незаконным и если дойдет до суда и вас осудят как бы вы в разгаре президентской кампании кашито белыми нитками срок исковой давности истек несколько лет назад в это трудно поверить знаешь обычно когда происходит что-то подобное демократы такие он ужасен виновен тут даже демократы говорят что я не виновен и я наблюдал за некоторыми вроде бы эндрю маккейб парень из фбр которого я уволил он вышел и сказал у них не выйдет они все об этом сказали а потом еще был эндрю маккарти еще джонатан тарли грэг джаред державиц все они каждый как и они знаешь честные люди они это видят они говорят здесь нет преступления там нет ничего нет подумай такер я прошел через 7 лет бредовых расследований 7 лет они смотрели у меня очень большая компания гораздо больше чем они понимают когда они получили мои налоги они сказали вау знаешь им потребовались годы чтобы подсчитать налоги подсчитали это было последним что ты слышал о них но у них ушли годы на сбор сведений им не следовало совать нос мои налоги и меня удивило что верховный суд дал им право они не должны копаться это как бы принцип такой так не делают но меня это не шибко беспокоило я просто из принципа боролся и они увидели я построил отличную компанию когда делаешь то что делаю я и у тебя работают тысячи и тысячи людей много лет просто тысячи мы провели отличную работу а потом я баллотировался в президенты людей удивило что я победил но я видел сколько людей приходило и скажу тебе теперь митинги больше и энтузиазма больше чем когда-либо прежде что вы думаете ведь ваша поддержка по опросам постоянно росла с обыска фбр здесь в марана но еще до этого рейта рейтинги заметно шли вверх но они определенно пошли вверх после тех пор они пошли сильно вверх и так каким по вашему будет ответ соперников и я не знаю как но у нас две группы соперников одни на праймерис другие на всеобщих я имею ввиду демпартию их использование судебной системы что они делают они ищут и подумай об этом говорят 11 миллионов страниц но чтобы это ни было из всех этих расследований демократов была постановка мюллера была постановка с импичментом номер один постановка с импичментом номер два украина украина россия россия помнишь это россия россия я у тебя взял этот термин россия россия выкрикивал ты они такие этот парень просто комик но помнишь весь тот период времени весьма неплохо все оказалось полной фальшивкой знаешь я рассказываю эту историю очень редко но это потому что это грустная история вот это россия россия спланировала жуликоватая хилари клинтон адам шеф dnc демократическая партия досье это полная фальшивка мы судимся с ними как ты знаешь сейчас мы часто с ними судимся потому что к сожалению биллу бару не хватило смелости сделать то что следовало бы сделать он так боялся что ему объявит импичмент приходится в порядке гражданского права подавать суд на людей министерство юстиции должно было это делать ведь это преступники но подумай значит есть все эти миллионы и миллионы страниц и они дают вам соглашение о неразглашении это ведь большие числа миллиарды и миллиарды долларов и они дают вам идеальное соглашение о неразглашении и вы узнаете ничего один мой друг он занимается крупным бизнесом сказал ты должно быть самый честный парень в мире потому что со всеми теми средствами что у тебя есть это большие средства они ничего не нашли тебе нужно взглянуть посмотри все те люди о ком я сказал почитай что они говорят не было преступления вообще многие говорят он выдвинул обвинения но нет преступления это незаконно что он сделал поэтому я не вижу продолжение поживем увидим и так просто подводя итог они то есть цель этого удержать вас вне президентской гонки если бы я не участвовал и у меня были бы плохие результаты опросов да и не забывайте демократы эта партия дезинформации если они хотят увидеть от республиканцев одного они будут говорить о другом например они не хотят тягаться со мной а теперь я показывал тебе опрос я на 9 пунктов впереди байдена но они партия дезинформации и они говорят о мы хотим номинации трампа и они всегда так делают другие тоже пытаются но у них это получается намного лучше если что-нибудь что они могли бы сделать против вас по суду что вам пришлось бы сняться с гонки если будет обвинительный приговор я бы ни за что не выбыл нет ни за что это не мой стиль я сказал кита если станете покупать нефть у ирана президент си очень хорошие беседы он очень не понравился я сказал мы запустили 57 ракет по сирии пока он ел шоколадный торт единственный раз когда он сказал повтори единственное слово что я когда-либо слышал от него по-английски то есть он говорит по-английски си говорит по-английски скажу вот что это интересная история мы ужинаем в маралага и он хотел быть в маралага у нас был отличный уикенд и теперь мы едим десерт прекрасный шоколадный торт в маралага он со своими людьми я со своими он рассказывал мне об истории китая она просто потрясающая потрясающие 5000 лет потрясающая история и президент обама не переступал красную черту из-за этого россия захватила сирию это все большая проблема так ты знаешь если бы обама сделал то о чем он говорил потому что они убивали детей они убивали детей газом газовыми бомбами сотнями тысячами в сирии и он сказал и если это повторится и это повторилось несколько раз и он все же не переступил черту но не я и я выпустил 57 ракет почти каждая попала в военную зону где было много самолетов много уничтожили там еще были российские солдаты кстати знаешь говорят я был так добр к россии заблокировал трубопровод к сожалению я убил много русских солдат из тех 500 человек потому что они делали то чего не должны были никто не пишет об этом и я и не хочу я этим не горжусь но мы сделали это как ты знаешь но мы выпустили примерно 57 ракеты вот я общаюсь президентом си в течение всего уикенда у него была невероятная мне нельзя так говорить потому что это очень невежливо и неполиткорректно прекрасная женщина переводчик она была очень красиво сегодня если сказать так то скажут это ужасно нельзя так говорить но она была очень профессионально произносила каждое слово за него очень профессионально была еще пара таких но она была там и мы ужинаем и он зашел говорит привет она говорит здравствуйте сам не говорил ни слова но я сказал ему генерал подошел и спросил делаем это сейчас говорю да надо делать сейчас то есть я отдал приказ за ужином потом думаю мне сказать ему потому что они очень тесно связаны с сирией мне сказать ему сейчас или подождать пока он не узнает после ужина потому что было где-то 28 минут на подлет и я сказал президент мы только что запустили примерно 57 ракет в сирию по их базе ракеты уже в пути сейчас он посмотрел на меня и такой повтори это единственный раз когда он сказал так так что он говорит по-английски единственное слово он никогда не говорил привет или пока он общался только через переводчика единственное слово которое я слышал от него было повтори это необычное слово насколько он умен могли бы сказать а лучше из лучших лучше из удар они все там лучше наш наш парень не из лучших никогда не было это первоклассные люди на пике формы президент си это блестящий человек даже если обойти весь голливуд в поисках кого-нибудь на роль президента си не сыскать нет другого как он внешность мозг все в целом у нас были прекрасные отношения знаешь когда он впервые приехал в маралага в первый день он был там пару дней мы собирались минут 15 было так организовано ими и нами но ими очень очень бум 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 все так по деловому никаких игр знаешь они не говорят о янкиста как сыграли вчера да игра еще та им все равно им нет дела до такого я спросил когда-нибудь ходили на бродвейский спектакль я свожу вас туда вы посещаете спектакли не 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 хожу нет он такой это бизнес они не в игры играют мне это нравится но в каком-то смысле нравится у них нет жизни но ему так нравится да невероятно умен невероятно когда они пришли предполагалось что встреча продлится ровно 15 минут затем идем на секционное заседание их было где-то 40 человек нас было 40 типа сопоставимые должности и мы сидим за столом друг напротив друга в банкетном зале маралага потрясающая сцена но наша встреча должна была занять 15 минут а заняла 4 часа мы ладили так хорошо между нами была отличная химия мы говорили обо всем отличная химия но люди спрашивают насколько умен си я говорю лучше из лучших никого умнее не встречал насколько умен ким чен нэн лучше из лучших знаешь люди говорят он то да се очень умен знаешь выходишь а там молодой человек свои 24 23 хотя он как бы унаследовал все большинство людей когда наследуют теряют а им намного легче он возглавил страну очень умных людей очень очень энергичных людей очень жестких людей в очень юном возрасте и у него тотальный подавляющий контроль это нелегко это это очень умный путин очень умен сейчас у него наверное был плохой год не забывай что все это не если он не захватит всю украину а что мы тогда сделаем потому что байден так заинтересован в украине что произойдет если войну нельзя выиграть знаешь есть люди они говорят украина не может победить им не одолеть россию россия сейчас я не говорю ничего нового прочитал об этом в одной из наших газет так что знаешь может и фейк ньюс а может нет я думаю нет россия в настоящее время производит огромное количество боеприпасов звучит просто да но они делают огромное больше чем производили когда-либо раньше у нас нет боеприпасов мы отдали их украине мы не мы не готовы сражаться я перестроил нашу армию новые самолеты новые танки все новое они взяли ту армию что я восстановил и отдали там все украине речь об огромных количествах иран сближается саудовской аравии через китай и китай знаешь я слышал некоторые говорили но доллар никогда не потеряет долларовый стандарт они что шутят китай хочет изменить стандарт валютный стандарт и если это произойдет это все равно что проиграть мировую войну мы станем страной второго сорта буквально страной второго сорта если это случится мы также теряем бразилию теряем колумбию южную америку теряем иран потеряли потеряли россию а если и не потеряли еще то скоро потеряем китай продвигает юань значит китай ушел теперь видим как франция переходит что происходит мы проигрываем если потеряем нашу валюту это равносильно поражению в мировой войне наша валюта вот что делает нас мощными и сильными и это было немыслимо во времена моей администрации и если бы я увидел что макрон так делает я бы позвонил ему и сказал знаешь что никакого больше вина в соединенные штаты никакого шампанского у меня был с ним такой разговор у меня был стив мучин хороший парень который не мог заключить сделку с францией с французами очень сложно скажем тогда со всеми сложно потому что каждая страна обкрадывает нас но франция в особенности очень сложно и наверное это слышал они хотели взымать с американских компаний значительный налог на деятельность во франции я поручил мучину работать над этим другие люди работали но у них не получалось они звонят мне где-то пару месяцев у них не выходила говорю дайте мне макрона пусть он позвонит сказал слушай я знаю ты собираешься обложить налогом американские компании заведения бизнеса во франции смотри что будет в понедельник утром если ты не бросишь это в понедельник утром была пятница я веду стопроцентный тариф на каждую бутылку шампанского и каждую бутылку вина что возятся в соединенные штаты америки он такой нет 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 это несправедливо говорю еще как справедливо вы взимаете с американских компаний что едут во францию ведут бизнес во франции очень большой налог поэтому на все ваше вино очень хорошее вино но думаю мы делаем вино не хуже все ваше вино и все ввозимое шампанское я ввожу стопроцентный налог и точка так что удачи в понедельник утром ровно в 9 вот и все мне перезваниваю через 15 минут мы решили что не будем взымать плату с американских компаний но знаешь что случилось когда я ушел теперь взымают кто взорвал северный поток я не хочу чтобы у нашей страны были проблемы так что я не отвечу но я могу сказать тебе что это была не россия когда они обвинили россию они сказали россия взорвала свой собственный газопровод тебе тоже понравилась эта шутка это была не россия так что я не отвечу на этот вопрос потому что не хочу чтобы это наша страна еще глубже увязла но с этого все начинается знаешь у нас есть невероятное оборудование я полностью перестроил армию у нас есть вещи мы можем делать что угодно с нашим снаряжением мы можем все но я отказываюсь говорить об этом потому что я не хочу очернять нашу страну но во многих смыслах этот подрыв не обернется ничем хорошим потому что он создает много проблем для европы в плане цены на куда но они не должны были и я остановил этот газопровод северный поток 2 полностью остановил когда пришел байден он его одобрил и они немедленно начали завершать его я уведомил его я сказал для германии европы получать энергию из россии тогда я послал я послал ангеле меркель флаг я послал ей белый флаг она спросила зачем вы это сделали я сказал вы боретесь с россией много лет если вам нужно бороться с россией и она контролирует энергию то можете просто поднять белый флаг вот что я сделал подрыв этого газопровода очень опасный шаг но я думаю большинство людей знает кто это сделал итак после этого если у вас опасения что нашу инфраструктуру могут взорвать в ответ я думаю речь идет больше чем об инфраструктуре все может закончиться третьей мировой войной забудьте на газопроводе сейчас мы я считаю что сейчас самый опасный период в истории во первых потому что у нас некомпетентное руководство это первое и опять же нужно знать как вести себя с китаем как вести себя с россией россия не собиралась идти на украину при мне китай не собирался идти на тайвань при мне сейчас мы видим повсюду китайские корабли и самолет и бомбардировщики этого не было при мне китай знал что не может этого делать россия также знала что не может этого делать они бы никогда этого не сделали это самый опасный период из-за вооружения ядерного вооружения самый опасный период в истории нашей страны и в истории всего мира прямо сейчас и у нас некомпетентный лидер из-за вооружения Продолжение следует...